Пушкин, декабристый Сибирь. Это огромная, необъятная тема, и каждый раз, когда мы к ней прикасаемся, находится что-то новое, интересное, из хорошо забытого или из открытого вновь. И сегодня мы поговорим о загадке одного стихотворения. Стихотворение, которое известно всем нам, но которое не сразу дошло до читающей публики. В 1858 году известная писательница пушкинской поры, вдоке Ростовчина, встречалась с известным французским писателем Александром Дюма-отцом, который, наконец-таки, добился путешествия по России, и она передала ему пушкинский листок, и, разумеется, не оригинал, а копию, которая тогда уже была широко известна, во глубине сибирских руд. Писатель перевел для французской читающей публики. Интересно послушать эти всем нам сейчас знакомые строки, как они звучат для французов. Стихотворение, дюма-отцом. Там множество строк, больше, чем у Пушкина. Вел туда новые мотивы в последнем, прочитанном сейчас четверостишии, о тиранах, которых Господь хранит только для того, чтобы их получше наказать. Но как дошло послание в Сибирь до декабристов? И что было для Пушкина в ответе Александра Адоевского? В записках княгини Марии Николаевны Волконской, хозяйки этого дома, где сейчас мы находимся в гостиной, в записках рассказывается о памятном вечере 26 декабря 1826 года в Москве, когда в салоне Зинаиды Александровны Волконской, царицы Мус и Красоты, так звал ее Пушкин, друзья собрались для вечера проводов, устроенного специально для Марии Николаевны Волконской, перед ее отъездом в Сибирь. Волконская вспоминала позднее. Тут был и Пушкин, наш великий поэт. Я его давно знала. Отец княгини Волконской привитил молодого, не очень тогда здорового Пушкина, находившийся в Южной ссылке, и взял с собой для совместного путешествия по Крыму и Кавказу. Пушкин пленился красотой трех дочерей Раевского. Об этом мы еще будем говорить в следующих наших передачах. Но, а вот новая встреча после памятного 1820 года в декабре 1826, эта памятная встреча оживила старые воспоминания. Пушкин, по воспоминаниям княгини Марьи Николаевны, был полон истинного, живого восторга. И он говорил ей, я собираюсь приехать к вам в Сибирь, в Нерчинские рудники, упасть к вашим ногам. И вот именно там, на этом московском вечере, в большом особняке Белосельских и Белозерских на Тверской, в наши дни там самый знаменитый московский магазин. Так вот, именно в это самое время Пушкин хотел передать Марье Николаевне Волконской листок, свои стихи, послание в Сибирь. Но, как вспоминает сама декабристка, неожиданно установился хороший санный путь, выпал блистательный, ровный снег, и княгиня уехала, не дождавшись повторного визита своего знакомого Александра Сергеевича Пушкина. Она ехала очень долго, она промчалась до Иркутска за 20 дней, долго для нас, для которых несколько часов в самолете до Москвы не имеет ровным счетом никакого особого значения. Но тогда это была курьерская скорость, и служащие на почтовых станциях, меняя лошадей, не могли поверить, чтобы женщина ехала так быстро. Княгиня спешила к своему супругу, Сергею Григорьевичу Волконскому, который тогда уже находился за Байкалом, в Благодатских родниках. А что же Пушкин? Когда поэт понял, что стихотворение может остаться неотправленным, он навестил другую декабристку, Александру Григорьевну Муравьеву. Это удивительная женщина. Современники говорили, что ее внешняя красота равна красоте душевной. И, быть может, это тот самый недосягаемый идеал, который всегда будет привлекать удивительной душевной и внешней гармонии. Так вот, Александрина Григорьевна Муравьева рассказывала потом уже в сибирской каторге своим друзьям-декабристам, и эти рассказы дошли до наших дней, о том, что в январе 1827 года, в самом начале, вдруг к ней приехал Пушкин. Она в это время писала какое-то послание, и поэт так сжал сильно ее руку, что пальцы у Муравьевой занемели, она не могла продолжать далее письмо. И затем Пушкин передал ей, Муравьевой, свое послание узникам. Во глубине сибирских руд храните гордое терпение, не пропадет ваш скорбный труд и дум высокое стремление. Несчастью верная сестра, надежда в мрачном подземелье разбудит бодрость и веселье, придет желанная пора. Любовь и дружество до вас дойдут сквозь мрачные затворы, как в ваши каторжные норы доходит мой в свободный глаз. Темницы тяжкие падут, оковы рухнут, и свобода воспримет радостно у входа, и братья меч вам отдадут. Вот эти стихи были для Муравьевой тем заветным посланием, которое она должна была, несмотря ни на какие препятствия довести до Сибири, до сибирских каторжных нор. В это время, январь 1827-го, Волконская была уже в Иркутске, и она остановилась в доме у иркутского купца Ефима Андреевича Кузнецова. Это был очень богатый человек, который держал себя весьма независимо. В молодости он был дружен с декабристом Ботиньковым, и для него декабристы были своими людьми по общности взглядов, мыслей. Именно в доме у Кузнецова, в его старом доме, где сейчас располагается иркутское агентство «Комсомольская правда Байкал», это старый особняк в районе современного здания автовокзала. Вот в этом доме жила сначала Екатерина Ивановна Трубецкая, прибывшая в Иркутск осенью 1826-го. Там она провела несколько месяцев. Именно туда, на ту же самую квартиру, откуда накануне выехала Трубецкая за Байкал в Благодатские рудники, прибыла и княгиня Марья Николаевна Волконская. Волконскую в Иркутске задержали совсем ненадолго. Потому что знали, следом едут еще декабристки. И надо было так сделать, чтобы они не встречались между собой. Но вот здесь вышла промашка. То ли не рассчитали длину пути, то ли Муравьева ехала не менее быстро, чем Волконская. Но один вечер женщины провели вместе в доме купца Кузнецова. Как вспоминает Волконская в мемуарах своих, они то смеялись, то плакали, вспоминая прошедшее. Смеялись над чиновниками, которые перетряхивали их чемоданы и искали что-нибудь запретное, то, что не дозволено было провозить далее Иркутска. Женщины смеялись, зная, что самого главного они не найдут. Вот этот пушкинский листок, это послание декабристам, проехало удивительным образом до наших сибирских мест, до Иркутска, а из Иркутска далее. Как? Вот княгиня Волконская нечаянно в своих мемуарах раскрывает нам этот маленький конспиративный секрет. Дело в том, что сохранить некоторые суммы, на крайний случай, возможно было лишь удачно их спрятав от чиновников и не оставлять их на виду в чемоданах или где-нибудь там, даже между страниц каких-нибудь книг, между страниц Библии. И Волконская прячет несколько сот рублей денег, на крайний случай, в своей высокой прическе. Вот именно в той шишечке, которая по моде того времени украшает головку каждой хорошенькой женщины пушкинской поры. И что же? Исследователи предполагают, что именно так ехало в Сибирь и послание Пушкина. Александрина Муравьева с точно такой же прической, как княгиня Мария Николаевна Волконская. А уж совершить несложную операцию так, чтобы листок бумаги был сокрыт от постороннего взгляда, это уже дело изящных и ловких женских ручек. В пути они должны были расстаться здесь, вот на Иркутской своей остановке, поскольку Мария Николаевна ехала к мужу Благодатский рудник, Александрина Муравьева к супругу Никите Михайловичу, автору Конституции Северного общества, должна была ехать в Читинскую тюрьму. И практически и там, и там, как два курьера из Иркутска, Волконская и Муравьева привезли пушкинское послание декабристам. В Волконской надо было обязательно повидаться с узниками наедине. Она вспоминала, что в Благодатском руднике, оттолкнув стражника, побежала по темной шахте, впереди виднелись огни, она добежала до работавших там декабристов, они приняли ее к себе и втянули лестницу на свой участок для того, чтобы туда никто из стражей не мог пройти. Гнавшиеся за Волконской кричали, требовали, чтобы она остановилась, не хотели ее пускать дальше, но уже было поздно. Волконская там, во глубине сибирских руд, передала пушкинское послание. А Муравьева, приехав в Читу, сумела это сделать не менее изящным образом. Она подозвала к ограде Читинского острога декабриста Ивана Ивановича Пущина. Он сам писал о том в своих записках, что Муравьева передала ему в дырочку чистокола «Пушкинский привет, мой первый друг, мой друг бесценный». Так и второй был листок наверняка, это было послание декабристам. И почти единовременно, и там, и там, декабристы вчитывались в дорогие строки, дорогого человека, для которого они были друзья, братья, товарищи. В то же самое время поэт-декабрист Александр Иванович Адоевский работал над ответным посланием Пушкину. Но если вчитаемся в строки ответа декабристского, то мы не увидим там полного единодушия и согласия с поэтом. Там глубокая внутренняя полемика. Струн вещих, пламенные звуки, до слуха нашего дошли, к мечам рванулись наши руки, но лишь оковы обрели. Но будь покоен, Барт, цепями, своей судьбой гордимся мы, и за затворами тюрьмы в душе смеемся над царями. Наш скорбный труд не пропадет, из искра возгорится пламя, и просвещенный наш народ сберется под святое знамя. Мечи скуем мы из цепей, и пламя вновь зажжем свободы, она нагрянет на царей, и радостно вздохнут народы. Не братьям меч отдадут, как думал Пушкин, а сами декабристы, полагая, что нет надежды на скорое изменение в России, сами декабристы желали сковать свои мечи и своих цепей. Это было сложное время, декабристские каторги, 827-29 год, когда в Чите зрели планы их побега за границу, для того, чтобы они могли вернуться к активной жизни, но от планов этих они сами отказались. Но ответ Адоевского был, как ответ не только поэту, но и, быть может, целому поколению своему. Ведь гордиться цепями для декабристов-дворян это было крайне почетно, в то время, когда по российскому законодательству вообще нельзя было дворян никаким образом заковывать в кандалы. Все делалось по царскому капризу. И вот еще одна важная такая вот подробность. Дело в том, что ответ Адоевского и послание Пушкина появились в списках, вот, например, в Иркутске уже в годы поселения декабристов, появились почти единовременно, и они ходили по рукам вместе. Впервые малость, это вот разница, не дум высокое стремление, а душ высокое стремление, не братья мечом подадут, а братья мечом отдадут, а ковы тяжкие не падут, а спадут. Вот такие вот мелочи как раз говорят о том, что долгое время стихотворение поэта бытовало в устном разговоре, только как память, но не как записанный листок. Когда исследователи стали изучать историю создания стихотворения и пытаться найти пушкинский автограф, то, как ни странно, его не отыскали. Его не отыскали до сих пор. Самые точные списки сохранились рукою княгини Марии Николаевны Волконской в ее архиве. И в архиве Ивана Ивановича Пущина. Кто знает, может быть и сейчас где-то в каком-нибудь семейном архиве хранится пожелтевший пушкинский листок, где рукою поэта написано «Во глубине сибирских руд храните гордое терпение». Субтитры создавал DimaTorzok